Раз мы сегодня вспомнили уже Давида Арахамию, который там всю колбасу в Беларуси съел, значит, когда был на переговорах, давайте о них поговорим, потому что есть информационный повод, отреагировал на это интервью представитель контактной группы переговорной между Украиной и Россией, только уже со стороны России, на это интервью Арахами Мединский, говорит, значит, что вот Арахамия слукавил, говорит неправду, почему, что сказал представитель Украины, что сказал лидер фракции «Слуга народа». Он говорит, что на этих переговорах все требования Российской Федерации, они были скорее оберткой, которая оборачивала главные требования. Главное требование России было не вступление Украины в Североатлантический альянс, все остальное это было вторично. И вот Мединский говорит, нет, это неправда, у нас был комплекс требований, в первую очередь мы заботились, конечно же, о населении русскоговорящих регионов, мы говорили и о защите прав русскоговорящих, ну и требования, мол, про НАТО тоже было, но оно не было единственным и самым главным. Конечно, в этой войне мы привыкли к тому, что Россия врет, особенно в публичном пространстве, который направлен на Украину, на украинских потребителей. Однако вот удивляет, Александр, а прошло уже, ну сколько, скоро будет два года с момента, когда эти переговоры состоялись. Раз Арахамия о них уже рассказывает так открыто, о том, что там обсуждалось, Мединский об этом так открыто говорит, почему эти, ну был же наверняка какой-то документ, да, его не подписали, но был же документ, который Россия предлагала подписать Украине, наверняка есть такая же копия и у Киева. Очень было бы любопытно посмотреть, какие же реально требования выдвигала Российская Федерация, потому что Арахамия сейчас говорит, мы на тех условиях, ну никак не можем идти на переговоры, там нет никаких гарантий, что Россия не продвинется дальше. Я слышал, что даже в Украине уже нашлись такие умники, которые говорят, вот, войны можно было избежать, если бы тогда Украина пошла на эти переговоры, давайте покажем украинскому обществу, что реально предлагала Россия. Как вы считаете, почему не показывают? Потому что 29 марта в Стамбуле Россия не приехала ни с какими письменными предложениями. Это с этими предложениями, которые были просто рамочными, приехала только Украина. Это первое. Давайте-ка я вам расскажу, для того, чтобы не было путаниц, и как вообще это все происходило, потому что я как раз тогда находился на определенных телефонных контактах с представителями украинской делегации. Значит, история следующая. Как только началось вторжение, с 24 на 25 февраля, Россия сразу вышла с предложением, давайте вести переговор. Но переговоры на условиях капитуляции Украины. Могу подписывать и капитуляционный акт. Переговорами занимался Козак, который до этого курировал весь Донбасс, Дмитрий Козак. Переговорами занимался Абрамович, абсолютно понятный Путину человек, который и привел Путина, потому что Березовский не хотел общаться с Путиным, он ему был неинтересен, и поэтому он поручил Абрамовичу с ним постоянно вести переговоры во времена Ельцина, когда ставили Путина. Поэтому Путина привел к власти не Березовский, как свидетельствует какой-то миф, а Юмашев, Волошин, глава администрации и, конечно же, Абрамович. Ну, это уже вторая история. Помимо Абрамовича ввел также переговоры, условно, определенной роль была Лукашенко, миротворца, который обещался никуда не влезать, хотя на самом деле его генерал Хренин просто всех обманул, когда за несколько дней до вторжения рассказывал, что никакой вообще войны не будет, убеждал украинских здесь коллег. Но это тоже еще одна третья история. Далее мы шли к этим переговорам, украинская сторона. Тактика была следующая. Значит, американцы не предоставляли Украине тогда какого-то сильного вооружения. Мы могли надеяться только на Эстингеры и на Джавелина, условно. Как свидетельствует издание «Политика», которое через год после начала военных крупномасштабных действий издало просто потрясающий материал, кстати, советую всем его прочитать, что называется «От первого лица». Оно собрало комментарии у всех. У тогдашнего главы объединения штабов Марка Милли, у главы Пентагона, по-моему, взяли все-таки, а не у Остина, у Салливана, советника по нацбезопасности, у главы ЦРУ Бёрнса, у главы госдепартамента Блинкина. У всех. У всех. И силовиков, и политиков. У министра экономики и финансов Елен, казначейства. Конечно же, у Виктории Нуланд, заместительницы Блинкина. И все они говорили, что они не верили в победу Украины, и что для них была сюрпризом, это вот «Политика» можете прочесть, победа в Гастобеле. Они не верили в то, что Киев не захватит. Далее, параллельно с этим, вот начинаются эти переговоры. Почему россияне вышли на переговоры? Одна из причин была следующая. Китайские студенты застряли на территории Украины. Китай попросил Москву их освободить. Дмитрию Козаку было доручено это всё, поручено это всё дело сопроводить. Лично Путину. Переговоры не завадились, попытались встретиться в Гастумеле, Беловежской пущей отдельно. Как-то оно не получалось, потому что были какие-то очень странные места, знаковые, особенно Беловежья. Ну, понятно, для чего. 3-7 марта состоялись определённые переговоры на границе, на польско-белорусской границе. Ключевая задача была эти переговоры как можно больше и как можно дольше затянуть. По одной простой причине. Оружия не было, и вся была надежда на вооружённые силы Украины. О чём прямо сказал Зеленский в обращении к ним. Потому что нужно было переубедить наших западных союзников, в первую очередь Британию и США, в том, что Украина может победить. Даже не может победить, а может защититься. Может отстоять Киев. Это было самое ключевое, отстоять Киев тогда. В последующем, уже 11-15 марта, все говорят, что Путин специально вывел войска, потому что он такие благие намерения. Он отвел войска от Киева, от Чернигов и от Сум. Вот есть такой миф. И он об этом говорит. Нас Украина попросила, мы отвели войска. Это враньё. 11-15 числа Путин стал сажать ответственных представителей ФСБ, 5-го управления ФСБ, который я вам уже рассказывал, разведки ФСБшной, в тюрьму или под домашний арест. Потому что он стал искать виновных в том, что Россия, ведь они думали сюда реально зайти. Они не ожидали, что будет фронт на 3700 километров. Они не ожидали, что украинцы пойдут защищать Киев. Они думали, что они смогут зайти в течение трёх дней реально переформатировать всю власть под себя. Поэтому и такое количество войск, поэтому и отсутствие поддержки этой бронетехники, поэтому и недостаточно топлива, понимаете? Украинская сторона затягивает переговоры. Начинаются какие-то вещи насчёт «давайте создадим гуманитарные коридоры», «давайте прекращение огня», «давайте то», «давайте сё». Начинается обмен делегаций. И потом несколько переговоров на территории Турции. Одни в начале марта, одни с Кулебой. И далее всё это подходит к тому, что Зеленский выходит и говорит ему 20-го числа, что нам необходимо провести переговоры, подготовить документы, и на двоих провести переговоры «Зеленский путь». В России этому очень радуются, потому что думают, что у них получилось. 29 марта отправляется украинская делегация в Стамбул. И она говорит, ну хорошо, вы хотите нейтралитет, мы хотим Европейский Союз, давайте мы туда как-то ускорим процедуру, мы готовы подумать по поводу нейтралитета. Крым, ну хорошо, там 15 лет какая-то пауза без военных каких-то действий, отдавайте все наши остальные территории, которые были без Крыма до границ, до 91-го года международной признанной границы и так далее. Но понятно, что ни Россия, ни Украина на самом деле не хотели к этим соглашениям подходить. У России была задача одна — не дать американцам предоставить Украине вооружение и не дать им затянуть какое-то противостояние, чтобы американцы не успели помочь Украине, чтобы сработал план условно украинского правительства во Львове. Ведь туда отправились все силовые структуры, ведь туда отправились все документы, ведь туда отправились все архивы. Забыли уже? И, конечно же, украинская задача была затянуть время. Американцы поверили, потому что после этого, 2-го числа, 2-го апреля, была освобождена Киевская область, 3-го апреля была освобождена Черниговская область. 7-го, 8-го апреля, когда Путин заявил о том, что как-то украинская позиция меняется во время одной из пресс-конференций, с этого периода по 11-е число была освобождена апреля, была освобождена Сумская область. Вышли к границам Сумской области. Зашли 7-го, 8-го окончательно, а дошли к границам полностью, провели освобождение по всем нормам и правилам 11-го апреля. И вот между этими периодами, между этими днями, 9-го апреля приезжает в Украину Борис Джонс. Арахами что говорит? Что Борис Джонсон приехал, все планы поломал, и вот Борис Джонсон нас убедил в том, что необходимо таким образом отказать России в переговорах. Вообще тоже, кстати, вот, Александр, я бы хотел сакцентировать на этом моменте, может подробнее его давайте разберем, потому что мне показалось очень странным, честно говоря, такие тезисы, их тоже по-разному уже можно трактовать, но получается, что Борис Джонсон, который приехал в Украину и сказал, давайте воевать, не надо ничего подписывать с Российской Федерацией, он повлиял, скажем так, на ход этой войны, которая могла, например, прекратиться какими-то переговорами еще тогда. Ну, я просто пытаюсь разобраться, я не утверждаю. Он не повлиял, в этом-то и суть. Потому что Украине нужно было получить оружие. Украина не ставила своей задачей, украинское руководство, во всяком случае Зеленский точно, провести капитуляцию. Была ключевая задача выжить, отстоять Киев и по возможности сделать все возможное для того, чтобы победить. Хотя бы вот на этих переговорных, на этих переговорах. Давайте вот на Борисе Джонсоне остановимся. Еще очень любопытный момент. Рахамия говорил, что как раз приехал в те дни в Киев Борис Джонсон, премьер Соединенного Королевства, и говорит, что ничего подписывать, значит, с Россией нельзя, давайте будем воевать. И вот здесь очень интересно, какое действительно реальное влияние на то, как дальше пошла эта война, как пошла история, оказал именно британский премьер. То есть без его визита и без его слова о том, что давайте воевать, война могла прекратиться тогда? Она не могла прекратиться. Ключевая задача была украинской стороны, это получить оружие и удержать позиции. Киев, Чернигов, Сумы. Это была ключевая задача. Первоочередная задача была Киев. Не дать российским войскам захватить столицу Украины и не пойти по сценарию, который предлагали через американские аналитики создать на территории Западной Украины, конкретно в Львове, временное правительство или правительство в Экзеле, которое было бы там условно правительством реальным, а остальная бы часть считалась бы оккупированной. Это была ключевая задача. Российская была история следующая. Не дать Западу дать Украине оружие и деньги, не затянуть эту войну, чтобы украинская сторона быстро капитулировала, захватить всё, что только можно захватить, оккупировать и дальше решать вопрос украинского государства уже остальные фазы. Если бы была фаза условно создания украинского государства на западной части Украины, дальше бы её додушить, так как они додушили это в 1918-1920 годах. Джонсон приехал, приехал в Киев к Зеленскому. Он приехал 9-го числа. 7-го числа уже ситуация менялась на фронте. Сумма, я уже сказал. Более того, уже украинская сторона думала, каким образом менять тактику переговоров для того, чтобы ещё дальше затянуть позиции и ещё больше выиграть времени. И вот приезжает Джонсон, Арахами об этом не рассказывает, и говорит, мы готовы предоставлять Украине, в первую очередь Британию, и он убеждает, и Соединённые Штаты, предоставить Украине необходимое вооружение. Уже не партизанской войны, а войны полномасштабной. То есть война в этот момент становится уже полномасштабной, и она становится уже войной по всему фронту. Это уже не блицкрик Путина. Тот сценарий провалился. Далее Борис Джонсон говорит, что Британия и Запад готовы поддержать Украину на одесском направлении, то есть не дать Путину отсоединить Украину от моря, и поддержать Украину на востоке, то есть затянуть Путина в капкан на Донбассе. Это то, что говорит Борис Джонсон. С этого момента, когда приехал он, Украина стала проще получать вооружение. Соответственно, когда Путин, заявит 11-го, 12-го, что ситуация изменилась, и украинская сторона какие-то новые требования выдвигает, и всё остальное, он будет прав, потому что уже в тот момент времени можно было закрыть вопрос операции «Бритскрик», она не удалась, и можно было уже выдохнуть хотя бы на каком-то этапе, потому что мы стали получать вооружение. И то вооружение, которое к нам не доходило, стало доходить моментально и очень быстрыми поставками. Поэтому ситуация тогда на фронте очень сильно изменилась. Борис Джонсон не приказывал Украине не идти на переговоры или что-то делать. Мы ждали Бориса Джонсона для того, чтобы получить условно сигнал, что Запад готов Украину поддержать. А Запад не был готов поддерживать Украину. Он ждал Гастомеля и ждал того, что будет на киевском направлении, киевско-черниговском направлении, и на сумском. И это всё... Ну это была просто игра на очень высоких ставках. А в конечном счёте мы получили ситуацию, когда уже в октябре Зеленский заявит, что с Путиным никаких переговоров вести нельзя. И на уровне СНБО будет принят определённый документ, который запрещал бы украинским тем или иным силам вести напрямую переговоры с российским президентом. Это была реальная история с Борисом Джонсоном. То есть все эти разговоры о том, что война могла закончиться тогда, ещё в начале, если бы грамотно сработала дипломатия, это всё лишь перекрученные тезисы России, которые они сейчас пытаются продвигать. Путин ставил перед собой очень конкретную задачу. Не просто капитуляция Украины, оккупация её, а создание ситуации, при которой Америка не могла бы помочь, Америка и Запад, в целом, особенно Британия и другие страны Европейского Союза, не могли бы помочь Украине. Не дать вздохнуть. Потому что все были настроены на то, что Украина проиграет. Это была ключевая его задача. Поэтому и такое количество войск, поэтому и такие проблемы со всем с продовольствием, с топливом, поэтому и эти мундиры, которые были в рюкзачках этих, парадные мундиры, которые были в рюкзачках этих российских солдат и офицеров, которые шли маршем не покорять Киев, не добиваться Киева, не войной на Киев, они шли парадом на Киев. Отсюда это всё и идёт. Это была его ключевая задача. И он проиграл. Киев выиграл. Американцы поверили. И британцы поверили. Кстати, чтобы вы понимали, вот согласно моим сведениям, британцы изначально не верили в Вельскрик Путина. Они не верили, что это удастся. Американцы верили. И энергетические центры американские верили. Немцы верили и французы. Единственная страна, которая не верила, это Британия. И Борис Джонсон. И что сейчас делает Арахамия своим заявлением? Он подставляет Джонсона. Вспомните, как нам объясняли, почему Крым ушёл к России. Там было противостояние, даже были смерти, были погибшие, была стрельба. Но вот Обама позвонил, сказал не трогать. Вот Меркель, там что-то с Алантом звонили, говорили не возбуждайте Россию, не возбуждайте Путина. Так и сейчас. Тогда сворачивали на Обаму, сейчас сворачивают на Джонсона. Мы бы хотели. Но Джонсон, подонок, пришёл и все карты, понимаете, перетасовал. Ну, чего ждать, в принципе, от Давида Арахамия, который проталкивал письмо, подписывал письмо адвоката Вабрамовича и пытался сделать так, чтобы Роман Аркадьевич избавился от санкций и говорил, что он очень сильно помогает украинской стороне в переговорном процессе и пытается как бы переговорные позиции двух сторон привести к какому-то определённому консенсусу, поэтому Роману Аркадьевичу необходимо помочь. Роману Аркадьевичу Потому что Борис Джонсон, в отличие от очень и очень многих западных политиков, даже сейчас, которые на камеры говорят одно, а за душой имеют совершенно другое и на самом деле не очень-то и хотят поражения России. Это самая ключевая проблема Запада. Он не хочет поражения России тотального. Борис Джонсон этого хотел, потому что, в отличие от многих, он знает историю России и знает историю британской и российских отношений и западной российской отношений и то, чего реально Российская Федерация во времена Путина хотела и хочет. Напоследок, Александр, сейчас появилась информация, что тот же Абрамович вернулся в Россию, якобы вхож в правительственные кабинеты, сразу на фоне всех вот этих сообщений в западной прессе, которые потом приходилось опровергать даже лидерам государства, о том, что якобы там и у Германии с Соединенными Штатами есть какой-то план по подталкиванию Украины к переговорам. И вот на фоне возвращения Абрамовича в Россию, и вот так вот, подытожив этот разговор, видите ли вы сейчас симптомы того, действительно реальные, а не, знаете, как вот со ссылками на анонимные источники, реальные симптомы того, что в ближайшее время мы можем увидеть какой-то переговорный процесс, и возможно, это интервью Арахами, это тоже было частью определенной подготовки к этому процессу. Нет, это просто была глупость, тотальная Давида Арахами. Спросите у любого депутата Верховной Рады, любого представителя офиса. Давид Арахами говорит вещи несуразные, и потом из-за этого получаются проблемы на международном уровне. Ну, вот такой человек. Смотрите, два момента. Первое. Роман Абрамович никуда не уходил. Он всегда был частью системы, частью Кремля. Нужно понимать изначально, что собой являет система госбезопасности в России сейчас, когда она получила власть. У Ельцина был Коржаков, генерал, класс службы безопасности, представитель 9-го управления КГБ, генерал. У Гусинского, олигарха, был первый замглавы КГБ Бобков. У Ходорковского был генерал Кандауров. У Березовского и Абрамовича на тот момент времени был уже полковник Путин, КВФСБ. У Лужкова был Примаков, первый бывший замглавы КГБ, и в последующем еще и глава внешней разведки Российской Федерации. У Гусинского, например, олигарх. Чтобы вы понимали, почему расстреливали бизнесмена в России, не трогали олигархов. Потому что Гусинского впервые обнаружило КГБ, конкретно Люди Бобкова, 5-го управления КГБ, в 1880-м, во время Олимпиады, а потом в 1885-м году, когда он был одним из организаторов проведения студенческого всемолодежного какого-то международного мероприятия. Абрамович всегда был частью системы. Абрамович был одним из тех, которые поставили Путина. И он сразу влился в систему госбезопасности. Олигархи, все олигархи в России и отчасти в Украине действовали и действуют в рамках системы КГБ. Именно поэтому КГБ получила власть. Именно поэтому Путин боится не КГБ, а русского народа. До сих пор боится. Все войны, которые проводил КГБ, Первая Чеченская, Вторая Чеченская, Грузинская война, 14-й год, Украина сейчас. Они связаны непосредственно с делёжком бабок финансов и с решением вопросов выборов. Ну, условно, Первая Чеченская война – это была попытка убрать Ельцина. И попытка, условно, Коржакова, у Дудаева, генерала Дудаева, понятного КГБ, взять мзду за общение с Ельциным. Несколько миллионов долларов. Ситуация, которая была в 2014 году, это была ситуация после Болотной площади, когда необходимо было отвести внимание русского народа и дать победу в Крыму. Условную. А сейчас это связано тоже с тем, что они хотели просто на фоне кризиса международного, глобального получить дополнительные бабки, захватив Украину. И решил вопросы с потоками, которые раньше контролировал Виктор Медведчук. Это первое. По поводу КГБ. Роман Абрамович тут никуда не уходил. Второе. После заявления Путина, мы сейчас видели все эти статейки, Foreign Affairs, мы видели там The Economist, мы видели, что писали в The Times, мол, давайте сидите за стол переговоров. От некоторых представителей аналитического крыла в Соединенных Штатах уже эти сообщения мы слышали. Но после того, как недавно Владимир Путин заявил, что российская, русская цивилизация включает в себя украинские, белорусские и русские народы, и что русский мир распространяется на все территории Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации, что русский – это не этнос, он сказал. Русский – это нечто большее. Да. Что можно, в принципе, забыть о любых переговорах. Путин банально сказал, о чем он, в принципе, записал в Конституции, измененной, обновленной 2020 года, в поправках, что теперь все эти территории будут части федеральной системы России, Великой России. Поэтому нет, никаких переговоров быть не может из-за позиции России в первую очередь. Но в этой связи, уже заканчивая, и вспоминая заявление недавнее Путина, когда все территории должны быть возвращены России, и хочется напомнить, что Путин, больше, чем Путин, никто русские территории не разбазаривал. И тогда уж Путин, если он на это пошёл, должен забрать у Китая то, что он ему недавно отдал. Острова Далманский, Тарабаров, Большой. И вспомнить, конечно же, о том, на что китайцы претендуют. А конкретно на Владивосток, на Хабаровск и на многие-многие другие восточные территории России. И забрать территории у Греции и у Турции, которые когда-то тоже принадлежали Российской империи. Но Путин на это не пойдёт, потому что он боится и Китая, и Турцию. Поэтому забудьте о любых переговорах. Переговоров уже как таковых не будет, во всяком случае с Путиным. О чём был прав Генри Киссинджер. Переговоры могут состояться только после. А к большому сожалению, скорее всего, в Россию снова придёт представитель Комитета госбезопасности. Они снова, как во времена Ельцина, пойдут на какой-то условно-демократический путь для того, чтобы просто поменять финансовые потоки. А КГБ так и останется. Просто он будет переназван. После окончания конца Советского Союза Ельцин, спасая КГБ, переназывал его хрен знает сколько раз. А в последующем и сейчас тоже будет переназван. Ну, будет не ФСБ, будет какое-то другое. Уже было ФСК, было ещё что-то. Поэтому это не имеет никакого значения. Переговоров с Россией не будет. И не потому, что кто-то чего-то не хочет, а потому что они невозможны, потому что Путин их не хочет. Путин считает, что у него сейчас мяч на его стороне. И что он будет дальше продавливать Украину. И Запад. Потому что он считает, что то, что Запад не предоставляет сейчас Украине финансы и вооружения, это слабость Америки. А если Америка слаба, можно, значит, добивать. Вот реальная позиция Путина и комитета госбезопасности. До встречи, пока.